Всем привет! С вами снова Юля. И сегодня у нас распаковка очередной коробочки Палит Фулл Пакс. Очередной, вернее, второй. Посмотрим. Первая коробка была клёвая. Оправдает ли ожидание это? Сейчас узнаем. Давайте не тяну динозавра за хвост. Открываем. Ну-ка. Штучки. Мне уже нравится. Так, спойлерим, не спойлерим. Ладно, отложим. Так. Я опять вижу что-то очень-очень-очень знакомое. Мне нравится эта штука, но она добавляет много мусора. Ладно, лежит где-нибудь здесь. Поска Пенс. Что ж за дела такие? У меня... Как только покупаю какой-нибудь материал, тут же он мне попадается в коробочке. Ладно. Так. Что тут ещё есть? Какой-то... Холст. Хорошо. Сейчас подробно всё посмотрим. Это что за штуки? Это наклеечки. Наклеечки? Ладно. Так. Воу. А, смр. Так. Ладно. Давайте разобираться. И первые у нас идут Поска Пенс. Поска Пенс это такие маркеры, которые рисуют практически на любой поверхности и делают это очень клево. Первыми идут два вот таких вот жирненьких красавчика размера 5М. Сейчас сразу распишем и посмотрим, как они на бумаге. Они реально очень большие. Вот это я понимаю размерчик. В очередной раз повторюсь, как работать с Поска Пенс. Принцип работы не особо отличается от замазки. Вы трясёте довольно долго и потом просто нажимаете и держите. Делайте это долго. Видите? Красочка пошла. Так. Ну, это у нас просто чёрненький. Хорошо. Это у нас розовенький. Ну, я уже могу нарисовать М-а динозавра. Далее один маркер 3М. С таким вот наконечником. Прикольно приятный цвет. Следующий размер 1М. У него вот такой вот остренький наконечник. Так. Ну, это прям ручка какая-то. Линер. Прикольно. Посклинер. Не знал, что у них даже такое бывает. Чё там дальше? И последний друган. Размера. Фрисайз. Браш. Что? Браш? Офигеть, это кисточка. Чё? Ага, здесь уже немножко другая система активации, так скажем. Нужно его потрясти, потом нажать на колпачок. О мой бог. Что за нанотехнологии? Так, ну, в общем, система понятна. Здесь кнопка, и она подаёт чернила в кисть. Там прям можно присмотреться заметно. Очень странная штука. Ну, довольно укрызистая. Хорошо. Интересно. Далее идут два холста. Первый это вот такой вот простой белый добротненький холст размером 5х5. Содержится хлопок здесь. А второй это вот такой вот деревянный красавчик, которого мне, честно говоря, немножко жалко сейчас использовать, потому что, ну, когда я делаю подобные распаковки, я, конечно, рисую, но это такие рисунки простые для пробы материалов, и очень жалко этот холст на подобный рисунок тратить, потому что, ну, он прям просится на какую-нибудь клёвую работу. Не знаю, наверное, я его отложу до лучших времён. Блин, он клёвый. Деревяшечка. Поэтому давайте я сегодня что-нибудь сваргаю всё-таки на маленьком белом красавчике, а этот полежит до лучших времён. Ну и последние бонусные три стикера. В описании коробки так и написано. Просто бонус, вот вам три стикера. Они клёвые, они, типа, принимают форму предметов, на которые клеятся, какие-то там перманентные. В общем, просто нате вам стикеры. Спасибо за стикеры, чуваки. Вот этот прям клёвый. Надо его подо что-нибудь использовать. Так, ну и челлендж этой коробки. Slab Sticker Challenge. То есть рисунок, какое-то арт-творчество, используя, собственно, эти стикеры. Понятно. Намёк конят, посмотрим. Ну и четыре темки на апрель. Да, это коробка апреля. Я очень своевременная. Почта тоже. Фрукт, космос, геометрия и знак. Посмотрим, подумаем сейчас, что можно из этого всего нарисовать. В этот раз очень ограниченный цветовой набор, поэтому сейчас буду сидеть, думать, придумывать, что из этого всего можно сделать. Посидела я тут, подумала. Больше всего думала над словом фрукт, потому что как-то зацепился взгляд. И вспомнился мне о таком прекрасном создании матери нашей природы, как драконий фрукт, который, кстати говоря, в основном розового цвета. Он, правда, розово-зелёный, но... Какая разница, да? Хочу нарисовать дракона. Драконьего фрукта. Вот. Не знаю, что получится, звучит интересно. Карандаша в этом наборе нет, поэтому буду использовать свой. Вот примерно какая-то такая животина получилась. Сейчас буду лойнить. Продолжение следует... Лайн, в принципе, готов. Что могу сказать по линеру Posca Pants? В принципе, это очень удобно для рисования материал, но на таком холсте есть очень существенный минус использования этого материала. Это вот такие вот штуки. То есть, когда наконечник проходит по очень текстурированной поверхности, он может резко брызнуть в сторону, и ты это никак не сможешь контролировать, как бы аккуратно ты ни старался. Здесь у меня получилась такая штука вот в этом месте, в облаке, и вот здесь вот на морде, и еще вот здесь вот на щечке. Посмотрим, как дальше буду красить, смогу ли я как-то эти штуки скрыть, или ладно уж, в принципе, облачко такое кривое. Ладно, надо приходить к цвету уже. В принципе, белым цветом довольно прикольно получается это все дело скрыть. Офигеть! Дальше сейчас попробую ровно облачко сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше сейчас попробую ровно облачко начать. Надеюсь, нужно выбрать все лопатые. Вот это очень шёл. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Дальше сюда попробую ровно облачко сделать. Продолжение следует... 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 Пока!